В приют омские хвостики обратилась женщина, которая стала свидетельницей ужасного события, белый кот рухнул с окна 10 этажа и остался лежать на земле без движения. Хозяева за ним так и не вышли, потому неравнодушная горожанка решила просить помощи у волонтеров. Белоснежного молодого кота экстренно отвезли к ветеринарам. Даже без осмотров было ясно, что ситуация сложная, бедняга дрожал, не мог встать, бешено смотрел на всех вокруг. Вердикт врачей был неутешительным, 9 переломов, в том числе и всех четырех лап. Кота нужно было оперировать, но сделать это из-за слабого состояния и отсутствия финансов было нельзя. В общей сложности за работу хирургов нужно было отдать 40 тысяч рублей, а для обычного приюта эта сумма попросту неподъемна. Волонтеры объявили сбор средств для своего подопечного, которого назвали Юрой. Юра болел и страдал, едва терпел уколы и осмотры, кусая врачей и царапаясь. Он нуждался в операции, потому как в противном случае не смог бы ходить, и делать ее нужно было срочно, пока кости не срослись неправильно. В конечном итоге общими усилиями нужную сумму для Юры собрать удалось. Его долго оперировали, и прогноз был непредсказуем, но в итоге все сложилось, как нельзя лучше. Вскоре Юра уже мог гонять на всех своих четырех лапах и даже вновь начал доверять людям, терся о них, мурлыкал и залезал на коленки. Он стал веселым и любопытным котом, таким, как и остальные его сородичи. Не заставили себя долго ждать и добрые руки для Юры, Максим и его мама приехали в приют и долго общались с котиком, который радостно мяукал в ответ. Уехав домой, он подружился со своей соседкой, кошкой Маруськой, и стал спать только рядом с любимой хозяйкой. Вот так счастливо и удачно закончилась эта непростая история.